Причард Мираж Когда Причард Мираж задал вопрос о партии, если Супремя, Лорд, самадаршан или самадаршан видеть всех равномерно, будет партия. Престраственен ли Господь по отношению ко всем, или беспристрастен? Тогда Шукърет Пасвами began to describe the liberation of Шишупама. In that context, when the Atmajyoti, everyone saw the light of the soul of Шишупама, made his body, merge into the lotus feet of Sipkaшna. At that time, Yudhisthi Mata was quite astonished. How could this person, who was so inimical to Sipkaшna, attain liberation, which is very difficult to attain, even for great bhyanis and yogis? In the context of this story, when Nara-dusha and Yudhisthi Mata-dusha Mata-dusha and the existents of the soul of the soul of Shishupala, came out of his body and entered the love of Krishna, and Yudhisthi Mata-dusha Mata-dusha very deeply удивился. He was in doubt. How could this person, like Shishupala, like Shishupala, like a demon, could obtain this liberation? So, sweet Nara-dusha gave an answer, which is very foundational for our Goya Siddhartha. And it has been explained by Sir Rukhagaswari him with Bhaktira Suga Temple. Narada Muni gave dive and sag awkwardly with the concept, he directed Bhakkira Suga Temple to Sin. to the same commits to cái bi hat sithar dhakta-sirvata and how can the state remain just anuther Jonas Narada Muni used there in a or in a being Нарада сказал, что многие личности в прошлом обрели освобождение благодаря авешу, погруженности, концентрации на Кришне. Таким образом нужно зафиксировать ум на Кришну. Гопи всегда думали о Кришне в ракурсе романтической любви. Шишупала в ракурсе враждебности. Камса Раджа в ракурсе враждебности. Камса всегда думала о Кришне, постоянно боясь его, испытывая страх перед ним. Нарада сказал, что вы, Пандавы, и Кришне динамисты, обращаясь к Кришне, он сказал, что вы, Пандавы и Ядовы испытываете дружескую любовь в Кришне. А я был погружен в Кришне посредством практики Бхакти. Рупа Гасламипад анализирует эту идею. Рупа Гасламипад говорит, что враждебность и страх это естественный и чужой. И они не обращаются к Кришне, не обращаются к Кришне. То есть они заметаются вообще в категорию Бхакти. Остаются три категории. Кама, Самбханда и Бхакти. Так как по-дискву ищи Нарада, и он упоминает слово Бхакти, для него Бхакти означает бхакти. И вот эти две концепции остаются, они становятся краеугольными для Рагануга Бхакти пояснений Рупа Гаслами Рупа Гаслами. Кама, Нога Бхакти или Самбханда Нога Бхакти? То есть Самбханда Нога Бхакти, это следование настроению Раджаваси, которое испытывают Дасю, Садью, Ватсалью. И Кама, Нога Бхакти следует Кама, Нога Бхакти следует Кама, Нога Бхакти праджи Голи. И все эти праманы, которые преподавают Шри Магабра, которые присутствуют в Шри Мат Бхагаву. Потому что праманы, его идеи находятся в Шри Мат Бхагаву. И вот эта идея подчеркивает значимость Самбханда Нога Бхакти. Потому что необходимо всю нашу практику паса мы должны совершать с пониманием, осознанием нашей Самбханда, наших индивидуальных отношений со Шри Крешной. И Садью, Нога Бхакти made a very astonishing claim. Он сказал что это подписает. Он сказал, что это моё мнение, что, как можно быть в Кришна в отношении с вакцией, то вакцией не могут быть так взорваны, как те, кто были вакцией. То есть, из этих словах вакцией можно сказать, что лучше стать врагами Кришны. Вакцией сандарваши, это не правильная интерпретация. Вакцией сандарваши объясняют, как правильно трактовать слова Нарада-мухи. Вакцией сандарваши, когда Нарадзак Бхакти называл себя, он называл Вайди Бхакти. Так что, здесь Бхакти также называет Вайди Бхакти. Но, как правильные правила и регулирования кришны, вы не можете иметь такие взорваны, как те, кто были вакцией кришне. Поэтому, вы должны следовать рагамару. Это конкурсия. То есть, когда Нарадзак Бхакти рассказывал о рагамарусах отношений кришне, и все слово Бхакти он подразумевал Вайди Бхакти. И в этой же слове слово Бхакти означает Вайди Бхакти. Вайди Бхакти не предоставляет такой интенсивности эмоций, которую предоставляет даже ненависть и страх по отношению кришне. И посему правильный вывод, что нужно стремиться практиковать рагануга Бхакти. Итак, Нарадзак Бхакти gives a very beautiful example to illustrate the potential of raga nubbhakti that is here in Chantin remembering, which is inspired by those devotees, who are themselves already absorbed in spontaneous relationship with the Kriši. Нарадзак Бхакти иллюстрирует, к примеру, эту концепцию raga nubbhakti. Как практиковать raga nubbhakti следует настроению служения вечного врача. He said, кита пейсас кита кудда куддда куддда кудддайам танну смрам самрам бабая йогейна биндддэй татсуру пакам. He said that, oh, just like a worm is trapped in a hole in a stone by a bee. Он сравнивает, он приводит к примеру личинки, которая прячется в щели от осы. And the bee is intimidating. And so he cannot think of anything else. He is totally absorbed in that bee. And due to his absorption, that bee, that tailcatra, that worm, transforms, and he also becomes a bee. And so in exactly the same way, if a person's mind is absorbed in Sikrishna, by the medium of a particular Sampada relationship, then they will attain spiritual form which exactly corresponds to their meditation. So in this way, you see, Narada Muni has glorified the path of Narada Muni. And now we'll hear the continuation of the teachings of Phralata Munaraj to his father in the peace. And now we'll hear the continuation of the teachings of Phralata Munaraj to his father in the peace. And now we'll hear the voices of Phralata Munaraj to his father in peace. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Но не смотря на интенсивность, а веш, такие чувства, как враждебность и страх, ненависть к Кришне, так как они не являются анукул, благоприятными, то они не попадают под определение Бхакти, так как они враждебны, то то, к чему они могут привести, это в лучшем случае освобождение, мукти. So, for Seva-Sakshi, Purnah Jai is saying, preaching to Hirani Asha, and he is saying to Hirani Asha, that, срабам киртанам вришну, смаранам падсеванам, арчанам bandhanam dasyam, сакшамаху, ниведанам. Ити пумса кита, Вришна, бхактишчен, наволакшна. Ити пумса, every minute, he is saying, пумса, that means there is no discrimination of caste and creed and sex. It is not, there is no such discrimination. Пумса, any person. If he is performing bhakti, then, bhakti is saying no more, then he will get Seva-Sakshi. И Прохат Махарадж, в наставлениях своему отцу, он говорит, что любой, кто практикует bhakti, невзирая на пол, на сословие, на возраст, на какие-то внешние факторы, если он посвящает себе практике bhakti, то он обретет возможность служения Господу. Бхактишчен, наволакшна. That means, if a person can do, he can do nine types of bhaktis, nine types of bhakti. And if he is not performing nine types, and he is performing only one type of bhakti, then it will result the same as the nine types of bhakti will result. So that one can do, eight-angla bhakti or ane-angla bhakti. That means, only one bhakti can result the same, and ane-angla bhakti, the various anga, various parts of bhakti, that will also result the same. And even one, a person can achieve that goal, and it is despite and insured that a shama. Shri Palikshitu was Shri Krishna by shama. Shri Shukadva Goswami, Shri Krishna by Kirthana. Прохлад достиг Кришну посредством Смараны, Шрама Киртана Смарана, Лакшми Прохлад достиг совершенства в бхакти посредством Арчаны. Акрура достиг совершенства благодаря ванны и молитвам, и Ханаман Ханаман достиг благодаря совершенства будучи совершенным слугой. Арджуна, будучи идеальным другом. Абали Махараджа достиг атма саммарпаной, атма неведанной самопреданием Господу. То есть в вышеперечисленной личности достигли Кришну, а совершенно практикуя лишь одну ангу определенную, не все девять. Брешно относится к Кришне, потому что это все бхакти направлено на Ирина Махараджа. Брешно относится к Кришне, потому что это все бхакти направлено на или непосредственно Своем Бхагавана Кришну или Его разных ипостасий, потому что Он проявляется в разных инкарнациях, Он в Япте, Он присутствует в них тоже. И одна вещь очень важна, что крияте, бхагават иадхад, человек должен делать бхакти, для того, чтобы создать имущество и любовь для Кришны, а не для других, ни для бхоти. Бхакти должен быть чистым, недвижимым, никакими своими личными желаниями или користными целями. То есть бхакти совершается исключительно ради того, чтобы угодить Кришне и порадовать Его. So, аддхан is direct. That means, a Karmakandi is also doing bhagavad-bhakti, but he is doing bhagavad-bhakti to get Svart, not to speak of Shri Krishna. And a jnani is also doing bhagavad-bhakti, but he is doing his performing bhagavad-bhakti to get the liberation and salvation, moksha. So, he is not doing bhagavad-bhakti for the easy option of Krishna. So, he is doing bhagavad-bhakti for boh or jnana. But bhagavad-bhakti should be done only for the bhakti. The motive of bhakti is bhakti. So, we need to understand that the motive of bhakti is to serve bhakti to serve bhakti. Because we need to see the difference, that the purpose of the form is to serve bhakti. Because the followers of bhakti also do bhagavad-bhakti, the practice of bhakti is to serve bhakti in three forms. One is goni bhakti, the other is mishra bhakti, and the third is, the best is the shuddha bhakti. Goni, mishra and shuddha bhakti. Goni is, the bhakti is not made, the main motive is, the aim is, either to get swadha or bhakti, or to get the liberation or salvation in bhakti. So, the bhakti is not the motive, the motive is moksha, or motive is karma, or swadha bhakti. But, here he is saying, create bhagavad-bhakti should be done directly, to get the service of Shri Krishna. So, that is the main bhakti. Goni bhakti is just like, where a person is saying that, I want only chach or matha, not the makhan, not the, so, he is the only one, only the chach, so, the third kind only, and, and there, the bhakti is taken out, and the card is only there. So, in the same way, a person is bhakti, only card or matha, what do you say matha? The card is taken out, and the rest is there. So, that, that, so, in that way, by bhakti, a person is, required only, who can move, that is just like matha, or just like, the chach, because, the, the button is taken out, the essence is, taken out, and it is left. And the other person is saying, yes, I want the bhakti, I want the bhakti, I want the bhakti, the bhakti, the bhakti, so, I want bhakti. In the same way, I want, mainly, I want to serve Shri Krishna, but for serving Shri Krishna, I also want money. So, give me all those things also. So, it is mixed bhakti. Mishra bhakti. Mishra bhakti. Mishra bhakti. Mishra bhakti. But some persons are, those are very wise, the wise persons always say, that, we do not want water, we do not want karl, we only want the butter. And that is, we only want to serve Shri Krishna. So, neither bhakti, neither bhakti. They are wise people, they are like degustators, they say, we do not want to be happy, there is no kind of sivort, and that, all of them. In the same way, we want only salt and salt. So, we will only serve Krishna. But tamam niya vittam uttamam. I am saying that uttam makti is that, she dalata is that. Griekish makti is that. Where nothing any other thing is required Поэтому лучшая бхакти, шуда-бхакти, уттама-бхакти, это то бхакти, человек не преследуя никаких побочных желаний или амбиции служит Кришне, стараясь угодить Ему. То есть в этих двух шлоках Прохлад Махарадж излагает определение чистого бхакти. То есть все компоненты определения чистого бхакти группы Госвами присутствуют в этих двух шлоках, которые сказал Прохлад Махарадж. Прохлад Махарадж был в полном шоке от услышанного. Он ни слова ни сказал, просто свиркнул гневными глазами на этих учтелей, Санду и Амарку, которые там стояли в углу потирай руки в надежде получить сегодня премию за хорошее образование Прохлада. И он зеркнул на них словно. И затем Хираню Кашипу понесло, он сказал учителям, Да вы на кого вообще работаете на девок? Чему вы моего ребенка обучаете в школе? И сегодня был очень эффект. Они думали, что сегодня мы получим большой премию, но здесь, не премию, здесь мы получим премию, и это премия может быть капитальный премия. И бедные учителя тряслись от страха, потому что все, весь день они мечтали всю ночь о премии, которую им сегодня выдадут, а тут какая премия сейчас головы, наверное, снесут уже, сейчас будет смертная казнь, и они вообще в растерянности от того, что происходит. И они стали отнекиваться, и говорят, да мы его не обучали этом вообще, в нашей школе никто ему такого не говорил, и то, что происходит. Когда Хираню Кашипу повернулся к сыну, сказал, прохлада, если учителя тебя такому не учили, где ты набрался такой информации? А он сказал, что Бхакти всегда приходит по милости к Кришне, не надо прилагать никаких своих усилий, даже ждать этих знаний от кого-то. Кришна по милости дает Бхакти. Кришне по милости дает Бхакти. Кришне по милости дает Бхакти. То есть, прохлада говорит, не чьими другими усилиями, не собственными усилиями человек не сможет получить Бхакти, создать Бхакти. И многие люди пытаются всячески, what is it, like, they're trying to enjoy that, то есть люди живут жеванное и все пытаясь найти в этом удовольствие. Если кто-то уже наелся и не может уже больше ничего съесть, но его уговаривают скушать еще раз огол, он говорит, я уже не могу, уже отвала, я наелся, но давай спрячем в холодильник на ужин, я скушаю. С удовольствием. Сапунапанас Чаратанам, the things he has consumed so many times, even then he is not getting away from those things. He has the interest in that, but he cannot eat at the time, at the moment. То есть, вот этот пример, как мы не теряем интерес уже сто раз, потому что мы имели и живали и так далее, все равно вот уже не лезет, а все равно надо припрятать на потом, потому что интерес остается. О, мой папа, ты тоже идешь на поводу советов этим последствиями. Следователи, Кармаканды и те, кто постоянно этих обывателей, это подобно тому, как слепые ведут слепых. Андхай, адхандай, укуния мана. There was the noise of a stick. Somebody asked, what is your name? And he said, common man. My name is, my, uh, common man. My name is common man. That means, my eye is just like the lotus. He was blind. And now, members, common man. I didn't understand, what was the noise of a stick? Yeah, and I, as a, this is an example. As a blind man is led by another blind man. He cannot reach to his destination. Then again, there was a sound, and asked, who are you? And he answered, that I am the picture of you. And again, there was a light of a sound, and he was asked, who are you? And he was saying, that I am the sun with a ship. In this bed, many, many blind persons was going in a group. They are the same person, just as a, they are very much a gazing person, and they are very much a sightful person. So, you have to go all the way. I wanted to walk a country. And you have to go all the way. Отvez was a dick, they filled up a escort of the dick. The followers asked what happened. And he was saying that everything is good come home, come home. is good ? And he just greeted Он говорит, что все в порядке, в порядке, вставайте, ребята, сейчас все хорошо, все нормально, сейчас дальше пойдем. Субтитры создавал DimaTorzok Прохвата объяснил Папе, что Папа, ты в этой парампоре дивья чакшу, слепцов, которые все окажутся во враге, поэтому давай, одумайся и меняй свою жизнь, Папа. Папа, как ты получил эту гьян чакшу, гьян-like knowledge, как я могу получить это? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Конечно, Папа, ты тоже можешь обрести transcendentные знания, процесс одинаковый и для царей, для них. Просто надо принять прибежище у преданных Господа и следовать им. И если ты хочешь такую же гьянную бхакти, как у меня, то посыпь свою голову пылью с лотосных стоп, чистых преданных Господа, и к тебе все придет тоже. Я крати в голову пылью со стоп трансцененных преданных Господа, человек не сможет опрести истинное практи. У вас у всех на лбу копичатан. А это прохлад Папе сказал. То есть возьми себе тилоку нанеси на лоб, возьми почву из-под тулоси или глину с одна радакунда или гопичанна тилоку. Вот это священная глина и возвысит тебя, и получишь бхакти. Самый возвышенный преданных Господа это гопи, поэтому пыль с лотосных стоп обладает неописуемым могуществом. То есть надо отправиться во врач, собрать там пыль и нанести себе тилок на лоб, иначе пактий не видать. Слушайте это, Хиранико Шепху поплохело. Он просто поплохело от слов сына, уже в глазах все прошло звездочками, темными пятнами. Он просто сбросил с коленей ребенка на пол, и закричал, убить его. Он предатель нашей семье, он служит этому вишну, который убил моего брата. Принял сторону убийца моего брата. Служит ему теперь. Служит ему, какие-то отдохни. Словакай мупай, яхантабьяха. Служит ему, как хотите убить его? Служит ему, убить его? И тогда слуги Хираника Шипу эти опасные демоны бросились на прохлада, пытаясь пронзить его своими трезубцами. They were very much cruel, and having a cruel face, and they were hurting Пронзак. Then, they gave Dandashukka's show. Sometimes they threw Пронзак on the feet, on the way of the elephant, so that the elephant can crush him. He was put before the snakes and dragons, so that they can bite Пронзак. And Пронзак may die. Sometimes they were doing magic and a witch-up, so that Пронзак can die. When Shri Пронзак was pushed from the peak of a mountain, Shri Hari immediately appeared there, and he took Пронзак in his lap. Then they decided to drop him from the river, but the Lord put him in his lap. The Lord was kept in the jail. He was not given any food. Shri Krishna himself, Shri Krishna himself, every day, having the plate of a Prashadam, and said, for Pradhad, you are not taking even breakfast. So, son, you take it, and I have brought it to you. And seeing the kindness of Shri Krishna, Pradhad was just eating the Prashad. And while the noise of eating was heard by the guards, they informed Henrikasha. And Shri Krishna just threw the rash place, the repetances on those guards that you also lick it. If you will make, also grab Prashadam. And Pradhad, his anger and hatred of his Lord, he was happy to eat Maghaprasad. And when they heard the sound of the sound of that he eats, they went to say to the Hironika Shippu, that he eats his son in your grave, and Pradhad took a plate with Maghaprasad, and brought it right to them, and he said, eat Maghaprasad, eat Maghaprasad, it will also save you. Sometimes Pradhad was fed the poison, but that poison was not working there. You know why I am with Shandali? Pradhad was thrown into the burning fire, and Pradhad was saying that, oh, Father, have you thrown me in the ice spot or in this fire? I am getting and I am getting very much cool, feeling very much cool. Pradhad said, that it is very cold in this fire. It seems that you have put me in the ice. I am getting very much cool. Pradhad said, that you must taste, you must see, that my body is very much cool. So, give me something hot, give me something hot, give me something hot. And when Ashap asked, have you eaten any medicine to quench the fire or to feel the fire or to feel the fire as a cool ice? And Pradhad was asking, yes, I am eating a medicine that not only this material fire, but it quits the heat of the whole sansarta, the heat of this sansarta. It is said that Dunda, Rakshasi, Holika, she was burnt, but Kunlar was also. while Henrikashap failed to kill Pradhad, then he became very much full of anxiety. He was thinking, that I got the Venerations from Brahmajit. the boons from Brahmajit, that I will not die. I am Azhar Amar. I am immortal. I became immortal. But it seems that those boons were not applied only me, but they are also applied on my soul. Yes. And Hirayinka Shifu thought, I tried so, to make the blessing of Brahmajit and become dead. and he was very much nervous, thinking that, why did Pradhad will be a grown-up person? Then, he will always chastise me, and he will present himself as a witness, that my father tried to kill me in many ways, but I was not killed. in the future, he will be a Prama. He will also be a Prama of my wickedness, my wickedness, my wickedness, my wickedness. At the same time, the Shanna Mark reached there and he said, sir, do not worry, see the qualities of your son. It is found that sometimes a child has a mood and as soon as his atmosphere is changed, then he gets the other mood. And he was praying, that you have conquered the whole universe. So why are you worrying for only this little, tiny child? We will try to convert the mind of Prama toward the holy material things. So Shanna and Amar both carried Shri Prama to their school. Shanna and Amar. These are, these two names are very appropriate. Shanna is such a man who is neither lady, neither male, nor female and male. He is Shanna. It's important. It's important. That is Shanna. And Amar, whose gyan is not right, that is called Amar. The meaning of Amar is whose gyan, whose knowledge is not right. right word. So it shows that Shanna cannot produce the real production. Because their name is Shanna. Because their name is Shanna. And Amar means, their gyan is not so right. So they will not produce perfect things. Yes. good. So they will not produce perfect things. They will not produce perfect things. And they will not produce perfect things. Его туча, его туча, он его преподносил, он все тут же усваивал. Но он не принимал эти знания, он не принимал эти знания, он не принимал эти знания. То есть он их понимал, все заучивал с легкостью, но не считал это правильными знаниями, просто как информация, которую ему подсовывали. Иногда его привязывали веревками в классе. И когда учитель пошел, они начали играть. То есть когда учитель покидал класс, он привязывал веревкой прохлада уходил, тут же дети начинали резвиться и замечая, что прохлад снова связан веревкой. То есть они развязывали его, и приглашали его играть с ними вместе. То есть позволяли их. Прохлада думал, они высвободили меня из этих веревок, поэтому в ответ я хочу развязать веревки май, которыми эти дети связаны. Потому что мой имя прахлада, 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 он сказал, я сейчас оправдаю свое имя, доставлю им истинную радость моим друзьям. Он сказал, дорогие мои друзья, сейчас я хочу обучить вас новой игре. Давайте вместе петь харинам киртан. И все, что они ответили, что харинам киртан, в этой жизни мы были очень молоды, и вы делали харинам. И маленькие демонята сказали, зачем нам харинам, санкиртан, мы еще маленькие дети, нам сейчас в самую пору играть. Это для пенсионеров харинам санкиртан, когда мужа нечем заняться, они там поют себе. Но прахлада сказал, нет, это совершенно глупое понимание истины. Разумный человек с самого детства будет практиковать бхакти. Человеческая форма жизни – это великая редкость. Человеческая форма жизни есть огромное преимущество в широко развитый вегьян маякош, то есть сознание очень много. По сравнению с хищниками, человек очень слабый и уязвимый. Но интеллект его огромный по сравнению преобладает в 100 раз над интеллектом животных. Поэтому человек может укротить любых хищников. Есть пять кошек – аннамая, пранамая, нманамая, вигьянамая и аннамая. Ана маякоша – это материальная плоть. Оболочка – то, что мы насыщаем пищей. Все живые существа зависят от еды. Вторая кошка – это пранамая. Пранамая – это мощь. Мужчина имеет очень маленький мощь. Но в компрессии есть много великолепных животных, великолепных животных и динозаводов. Они имеют великолепный мощь. Пранамая кошка – это мощь в других. Пранамая кошка – это сила. То есть у нас мало силы. Мы достаточно слабые по сравнению с огромными животными, слонами, динозаврами, львами. То есть у нас слабо развита вот эта сила. А у других форм жизни она более развита. Вторая кошка – это монумекошка. Кошка – это оболочки. Кошка – это оболочки. Кошка – это оболочка кошка. Н把 кошка함 – это крCU для счастья. Тоже бога изται该 желания для них. Таким образом, монумекошка – это даже есть異買 Film в предыдущих животных. Но оно также находится с нами. Н·на – она, которые находятся поднимется в каждом клинике. Это есть у всех форм жизни. Поэтому на этих уровнях мы равнозначны животным. Что делает нас особенными и отделяет нас от животных – это вигьянама и коша. Потому что если у человека есть дискресенье, то это дискресенье, то есть дискресенье, но это также 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 есть дискресенье. То есть у некоторых животных тоже есть свои особенности. Там собака может по запаху выискать преступника, очень хорошо. Какие-то уникальные свойства, но вот эта способность различать между тем, что такое хорошо, что такое плохо, как правильно поступить, вот эта способность присуща в первую очередь человеку. То есть у нас есть совесть, у нас есть сознание и если мы не используем, не полагаемся на них в своих действиях, то человек будет просто ничтожеством. А здесь есть 12, что у человека не понимает, что воспитает, что у человека make это право. И если в принципе obedience forந mailing в том, что bird должен помочь следить автором смысле, то есть какое об positивство, и состояние имя нею о arising. И у человека есть функция способности мыслей глубоко, мы не будем довольствоваться просто тем, что истина, мы понимаем, что что-то условно истина, а есть абсолютная истина, есть более глубокие слои истины. То есть мы можем накапываться в поиске вот этой высшей истины, и поэтому вот это превосходная форма жизни, человеческая форма жизни. So Upanisha says that a person should try to get liberation in this very body. He should not wait that I shall get another body and then I shall get liberation. He should try to get the liberation in the same body, in this body. And one should think that this body should be the last one, I should not be the other, I should not get the other jari, I shall try to get my destination in this body, by this body only. И у Панишады призывают людей не откладывать на потом процесс самореализации, они говорят, добейтесь цели в этой жизни, потому что, во-первых, нет гарантии, не думайте, что вам опять будет гарантирована человеческая форма жизни в следующем воплощении. Поэтому просто задачьтесь целью достичь совершенства в этом воплощении. So, табама, рачья, праґье, дхарма, бхагвата, нехо, дхурлаван, маанушам, деха, тата пьядхуран, артхидам. This маанур де есть, human body is артхидам. It is the only source to get the one's destination and one's required goal. артадав, то есть вот это единственное, это инструмент, посредством которого мы можем обрести свою цель. Но это не стабильное, как пузырек мыльный может лопнуть в любой момент. Таким образом, это не перманентно, это не перманентно, это очень приятный. Таким образом, мы должны пытаться совершить свою любовь. Как он может сделать это. Потому что вообще нет гарантии, как долго это тело есть у нас. Прохват стал наставлять своих друзей, как не стремитесь к мирской радости, не ищите счастье в миру. Если материал happiness is in your faith, in your fortune, если материал happiness is in your fortune, you will get it without any effort. Прохват сказал, не прилагайте усилий, чтобы добиться какого-то комфорта материального или радости, потому что если вам по карме оно полагается, она вас сама найдет эта радость. Никто же не прилагает усилий, чтобы заболеть, чтобы его обокрали, чтобы дом сгорел. Никто этого не хочет найти беды, приходят, находят его. И таким же образом, радость найдет человека по карме. Have you seen any person who is performing yesterday that let me get difficulties and calamities? You will not see any person. Вы не найдете такого человека, который с утра до ночи там старается, чтобы себе что-то накликать беду какую-то, что-то прилагает усилия, тяжко трудится, чтобы все у него порушилось в жизни с такой целью. So without efforts and without desiring, while the difficulties are in our life in the same way, if we have the fortune, then the greatness and the happiness will also come in my life. So don't be very much part of the offer or keen of getting joy. They come according to their way. One should do the efforts to buy this body to get the supreme goal. Asura Balak said that for now we are having the age of 100 years and now we are just 5 or 6 years old. So don't worry. We will get those things later. Now let us enjoy the life. And Prahlad is also giving an account of this life. You can see that in the childhood, 20 years are gone. And last 20 years they will be gone in old age-ness. At that time your body will not support you. And in the middle 60 years the half of the age is gone in sleeping. So then if you will, you have a very limited time and if you will not utilize it, then you will be the next loser. So that you will be the next person. So that you will be the next person. And if you will not use it for a budget, then you will be the next person. Asura Balak said, Some were asking that when he was young, you were saying that, oh, I will do bhajan. But why are you not doing this? Then the person is answering. То есть, кого-то спрашивали, что ж вы бадином, в начале все годы, я позже буду бадином заниматься, сейчас не время, вот потом буду, а потом его спросят, а что ж ты не занимался? And the person is answering, катам прияя, анкопитая. Previously, I was having only two legs, but now I have four legs. Listen, my and my баи, both. So, почему не занимаюсь? Раньше у меня было две ноги, а теперь четыре, то есть две мои, две жены, ноги. Отвергался женой уже. So, катам прияя, анкопитая. So, how I can net the requirements of my better half? And what happened now? Because, now I got not only four legs, I am now getting the six legs. But, because kids are also with me. So, in this day, a bitwan, a really different person is also involved in the useless, meaningless activities. То есть, разумный человек не будет глупую деятельность привлекаться, которая является тратой времени. Поэтому, Праглад говорит, просто посвятите себя Бхакти Шри Хари. If somebody is answering, questioning, that Shri Narayan is far, far away. He is living in Mahabhaipunt, and Mahabhaipunt is far away from us. So, Shri Priscilla is saying, no, it is not wrong. It is wrong. Priscilla, Shri Krishna is always in the heart of his person, and he is antaryahu of everyone. Because Shri Krishna is very near, near to everyone. So, in the pleasing of Shri Krishna, nobody has to do a great effort, because he is with us, always. He is always in the heart. So, he is always in the heart. So, he is already open here. And, Atma Tuasasabhutana. He is the Atma, he is the soul of everyone. So, don't think, Shri Krishna is very much kind of hold, and Shri Krishna is very much everyone to everyone. And, if we will like to get him his complete, then Shri Krishna will appear with us. He will make us with him. The Atma Tuasasabhutana asked that Priscilla, you and we are studying in this school, but nobody has taught us this lesson. And Shri Krishna is answering that before one manvantara, in Chakshish manvantara, in Chakshish manvantara, my father went to do the tap of Brahma. And he did the tap for a long time. At that time, Indra stole my mother. And while Indra was carrying my mother to his house, in the way Shri Narada met him. And Indra objected and told him that Indra it is not proper. You should not take the other lady to your home. And then, Indra left my mother, and Shri Narada, bring him in his ashram. Indra was saying that I will kill the womb that is in the womb that is with this Kaya group, and why that child will get abortion or she will get this child removed. Indra was saying that I will leave him, leave her heart. Indra was saying that she will not be interested in the womb. Indra was saying that she is a great boy. Indra was saying that she is a great boy. Indra was saying that no, do not do this. Ты сейчас доиграешь с этого вайшнава аппаратхи и потом будешь страдать, поэтому даже думать забудь об этом. И Прохлад сказал, «Затем Нарада забрал папу к себе в ашрам и повествовал, «Катхуй, я слушал все из ее лона, все его наставления». И Нарада сказал, что есть три состояния интеллекта, «Джагра свапна» и «Шушукти». В «Джагра таваста» интеллект связан с нашими чувствами и с нашим телом. И нашим телом чувствует, испытывает материальные испытания. В пробужденном состоянии интеллект плотно сотрудничает с чувствами с нашим телом и через платформу чувств мы воспринимаем окружающую материальную среду как свою реальность. В «Шушукти» материальные senses are слеп, они сочетаются. Но в «Антарады» и «Антарады» и «Антарады» «Антарады» в «Антарады» живут. И «Буддий» или «Интеллект» «Сочетание» с «Ман» и «Сочетание» в состоянии свапнат, в «Дреуме» и в состоянии свапны, в «Зрёхе» в состоянии свапны, сновидений, чувства отключены, а в «Ум», функции... «Ум», «Уманность», и «Буддия», они еще активны и сотрудничают, то есть человек воспринимает уже вот эту тонкую реальность, сотканную из «Ума». А в «Шушукти» Состояние глубокого сна, шишупти, то уже и буддхи, и манас, они как неактивны, только прана остается. Аханкара и все остальные составляющие танкового тела, они как деактивированы. So where the jnana is there, but it is impersonal, so that is called буддхи, there is no ego, ego is also gone. Jnana is there, jnana is the jnana without ego, that is called шишупти. Knowledge with man, that is called swapna. And knowledge with body, with gross body, that is called jagara. So knowledge with gross body, that is jagara, knowledge with man, that is swapna, and knowledge without ego, that is шишупти. То есть состояние jagara, пробуждение, это знание на уровне тела, знание на уровне ума, это сновидение, а знание без аханкары, это глубокий сон. But ego is not gone, while the ego is also subsided, ego is also destroyed, ego is also made, that only jnana is there, that is boksha. That is the difference between jakras, shri unda, and bokshha. So is boksha, it is when ego is completely released, and then ego is just not active in состоянии глубокого сновидения, but if ego is completely restored, then it is already boksha. But in moksha, the sevasuf is not there, so if a person has done bhavad bhakti, and by the kindness of Shri Krishna, Если он получил Паршаттану, то он получил Сева. Поэтому мы пытаемся получать Паршаттану и Бхагат-бхагави, чтобы вы могли понять, что сладость Шри Кршны и Мокши-стати. Испытать истинное блаженство. И к этому он и призывал всех детей. Everybody is eligible for bhakti. And even if he is a demon, or daima, or asura, or kashu, he also can do bhava-bhakti, so you also do bhakti. And then everybody hailed it, and every asura, they hailed it, and they said that you will also perform bhava-bhakti, and they started harina-bhakti. Пархат сказал, без исключений, у всех есть квалификация на то, чтобы совершать bhakti. Ни сословия, ни каста, ни род, там ты демон или дева-то. Все могут совершать bhakti, и любой может получить огромное благо от этого, поэтому он призвал всех детей совершать вместе harina-bhakti. Продолжение следует... א TED — Главаул Т не Nab — Субтитры создавал DimaTorzok